Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале в очередной серии про скетчбук. Убедительная просьба всех вас не писать пока что свои истории на пиар-аккаунт. У меня просто там завал. Еще осталось более 60 историй, которые я должна рассказать в своих видео. Как только разберемся с ними, если будет желание, если и дальше вы будете смотреть эту рубрику, то обязательно буду просить вас отправлять ваши истории. А сегодня тоже очень интересная история и давайте не будем терять ни минуты и приступим. Здравствуйте, дорогие зрители канала Айки. Моя история проста как грабли и знакома многим. Я живу в городе Гянджа в Азербайджане. Четыре года назад вышла замуж за своего одноклассника. История у нас была очень красивая. До свадьбы встречались мы три года, хорошо ладили и всегда во всем было полное взаимопонимание. Мать моего мужа работала в нашей школе учительницей и знала об отношениях своего сына. Проблемы начались еще при подготовке к свадьбе. У нас есть традиция, кто не знает зрителей ЗСНГ, невести покупают золото. Обычно это комплект с бриллиантами. Все мои подруги и знакомые ходили с мужьями и сами выбирали себе комплект. Не поймите меня неправильно, дело не в цене комплекта. Просто хотелось выбрать на свой вкус. Мне купили очень толстую цепь. Перстень из 90-х совершенно не актуальное изделие. Я еще тогда говорила мужу о своих недовольствах, но он говорил дареному коню в зубы не смотрят. Во время свадьбы тоже было много недовольств, но я молчала. Со временем все только усугублялось. Живем мы со свекровью и с сестрой моего мужа. Она развелась с мужем и живет с ребенком вместе с нами. Отца у мужа нет, он умер много лет назад. Свекровь постоянно придирается ко мне. Каждые два месяца хочет, чтобы я мыла окны. Я так делала, лишь бы угодить, но вижу, что благодарности никакой. Живем на седьмом этаже, это не только просто неохота, но и опасно. Очень хочу жить отдельно, но муж против. Говорит, не могу оставить свою мать, а я с ней жить тоже не хочу. Недавно была неприятная ситуация. Муж купил мне 12 Pro Max. Придя домой с приобретением, свекровь устроила разбор полетов. Начала говорить о наших кредитах, проблемах и телефон сейчас нам не нужен был. Тем более такой дорогой. Вот она ходит три года с Самсунгом. Дело в том, что муж мне обещал при беременности, если будет дочка, купит любой телефон, который я захочу. Мы очень хотели девочку. Вы знаете, я шла домой с хорошим настроением, радовалась покупке, порхала. Но мне испортили настроение и так каждый раз. Я люблю готовить и порой хочется сделать что-то необычное. Свекровь всегда приказным тоном говорит, ты лучше уберись дома, обед я сама приготовлю. Если бы я жила одна, захотелось убралась, не хочу, поживу два дня в свинарнике. Мой дом, что хочу и делаю. Хочу осветлить передние пряди, но опять боюсь реакции скандала. Опять начнется тебе, видимо, деньги некуда девать. Пару месяцев назад ко мне приехала подружка. Погостить. Она вышла замуж в Баку и родители тоже продали дом и переехали к дочери. Поэтому подруге негде оставаться здесь в Гяндже. Один раз я приезжала к ним и в этот раз она приехала. Кстати, подруга моя очень воспитанная, интеллигентная девушка. Приехала с подарками, причем всем. Не забыла и про свекровь. Привезла ей сумку. Мне кучу всего из одежды, дочери игрушки. В общем, не с пустыми руками. Она очень удачно вышла замуж. У нее влиятельный муж. Да и сама вообще просто умеет дружить. Не подумайте, не завидую. Наоборот, горжусь своей подругой. В общем, каждый день я старалась готовить для нее вкуснятины, гулять по местам нашей молодости. Но на третий день свекровь подошла ко мне и спросила, а твоя гостья домой не собирается, сколько можно гостить? Странный у нее муж. Жена непонятно где, да еще и вульгарно одета в шортах и в лифчике. Я сразу поставила ее на место. И сказала, что у них нормальные отношения в семье, и она не рабыня дома, как некоторые. После этого разговора у меня сильно испортилось настроение. Я, конечно же, не стала рассказывать об этом своей гости. Подруга уехала с неприятным осадком. Я это почувствовала. Не заметить негатив свекрови было просто невозможно. Это надо быть просто слепым. Рассказала вечером все мужу о сложившейся ситуации. Обычно он выслушивал меня до конца и пытался помочь исправить ситуацию, но в этот раз не стал. Сказал, что у него на работе и так куча проблем и без наших разборок. Через пару дней позвонила подруга и сказала, что мое положение ее не радует. И она поговорила со своим мужем о помощи в работе нам, чтобы мы могли переехать в Баку. Я очень обрадовалась и была уверена, что муж согласится. Но поговорив с ним, я была шокирована. Он начал ругаться, мол, почему я прошу у них помощи. У подруги никакой помощи я не просила. Просто рассказывала о своих проблемах. Она сама придумала этот план, переехать в Баку с мужем и тем самым избавиться от назойливой свекрови. Муж не оценил мою идею и тем самым сильно расстроил меня. Но его мама сразу обрадовалась и, услышав зарплату, предлагаемую на новой работе, быстро вправила мозги своему сыну и уговорила согласиться. Такой шанс нельзя упускать. Я поначалу обрадовалась, сразу позвонила подруге и сказала, что мы согласны. Спустя некоторое время начала замечать, что свекровь собралась уходить с работы и собирать некоторые вещи. Я сразу не поняла, что она собирается переезжать с нами. Когда я это поняла, меня как будто облили кипятком. Плюс ко всему этому случайно подслушала разговор мужа и свекрови. Свекровь говорит, вот переедем в Баку, с такой зарплаты можем ипотеку взять, квартиру. Я тоже устрою школу, буду преподавать на дому. А этот дом пусть достанется твоей сестре. Она, бедняжка, пережила такой развод с маленьким ребенком. Не оставлять же ее на улице. Пусть найдет себе какого-то мужчину. Девушка с домом всем нужна, а мы еще купим не одну квартиру. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Мало того, что избавиться от свекрови не получилось, так еще дом, в который мы с мужем вкладываем уже 4 года средства, достанется к сестре. Я бы с удовольствием отдала бы дом и в придачу свекруху. Я, значит, буду ее терпеть всю жизнь, плясать под ее дудку, а она все отдает своей дочке. Много раз говорила мужу о том, что не хочу жить вместе. Он как будто меня не слышит. Говорит, что моя мать, она меня воспитала, и я ее не брошу. В смысле брошу? Я вот этого понять не могу. Почему, если мы хотим жить отдельно? По своим правилам, это сразу значит, что мы бросаем ее. Что за бред? У мамы есть дочь. Я позвонила подруге, попросила отменить переезд. Объяснила ситуацию. После звонка моей подруги мужу и отмены переезда произошел скандал. Муж понял, что из-за матери я отменяю переезд. Я, конечно, всячески отрицала свою причастность к этой истории, но никто мне не поверил. В общем, если рассказывать каждую историю, произошедшую со мной за эти года, не хватит ни одного видео. Мужа я очень сильно люблю, у нас все замечательно, но жить вместе с его мамой я не могу. Ругалась с мужем, но он выбирает мать. Подскажите, как быть в этой ситуации? Вот такая вот у нас сегодня история и очень красивый рисунок. Обязательно пишите ваше мнение в комментариях, мне будет очень интересно почитать. На этом все. Всех люблю, целую. С вами Плайка Эмири. Пока!